С проездом. У меня в течение дня большой шлем на заме. У меня ребята коллективы готовятся. Поедем мы тоже поймем на большой шлем смотреть. Так. Ну давайте тогда. Все разогрелись? Да! Игрушки хотят. Тренер, игрушки не баловат. Так, ребят. Сюда сети, ребят. Сети. И тишина, отпусти его. Что они показывали еще? Сек. Все успокоились? Слушаем тренера. Постарайтесь немножко внизу, ребят, все-таки. Чтобы вы правильно тренировались. Чтобы вы правильно понимали борьбу. Я тебя сейчас выгоню отсюда. Вашейки, конечно, и многих тренеров в том, что он очень много уделяет отработке приема. Закрапатывает, захватывает, приема. А во время схватки на соревнованиях основное время где находится? В чем тренировке? Закрапатывает. Где? Закрапатывает. Правильно. Закрапатывает. А еще меньше. Не давать ему захват вообще. Правильно. Тогда вы придете к успеху. Вот если взять моего ученика Расула Бакиева, я его научил только захват. Он пришел ко мне к пластому мастеру спорта. Но за счет того, что он всегда выигрывал захват и разрушал в первых схватках соперника, его никто больше принял. И я не делал 9 схваток, ни одной оценки не проиграл. В 2008 году в 32 схватки я один раз только оценку проиграл. Таких людей, в принципе, нет. И не потому, что он такой уникальный. Я так и сразу чел вопрос тактики. Я научил его вот так и так. У меня другой ученик выиграл в чемпионат базы, в чемпионатазе. Понимаете, это и Фория, и Корея. Он вообще не сделал ни одного броска. Он всех переиграл на захватах. И форсов, и всех остальных. Поэтому сейчас я начну с чего. Как брать захваты? Какой захват наиболее эффективный? Вы, вот я смотрю, дети, родители согласятся. Вы, как детушки, вы ходите и начинаете. Вот так, вот так, вот тут. Да, вы захват не бежете. Вы просто, вот, понимаете, такие ладушки. Самый хороший, самый мощный захват, я считаю, ребят, это отворот. Смотрите внимательно. Вот если я взял, вот у меня, скажем, Махир взял, а я, смотрите, сюда, вот, я хожу, он меня контролирует. Я могу сам атаковать там, поворачивается. А вот, если я его взял за отворот, ну, я уже его контролирую. Смотрите, он уже у меня. Ну, и корпус чувствую, и прочее, все. И поэтому самый хороший захват, вы должны научиться бороться через отворот. Как его взять, я рекомендую. Обычно саперик всегда защищает. Видите? Он не дает, как мне нравится. Ну, вот смотрите, здесь он закрыт. Вот он закрыт, я потянул, я потянул, я его так называю, троечка. То есть он сразу раз, руку бросает. Он начал, взял, потянул, взял, третий захват. Вот у меня захват на вершине. Простая такая комбинация. Сумеет повторить? Видим, что ли? Еще раз, смотрите, ребят. Если я хочу взять правую руку, я... Первую правую кидает, смотри. Как опухаю его, он закрывает. Здесь всегда он открыт. Взял, другой рукой захват. И последний улыбнул, ребят. Шаг. Видите, я делаю шаг назад. Сидеру отворот, где мне нужно. Давайте попробуем. Давайте, в пару старей. Вот такие упражнения. Каждый вперед по три раза, ребят. Давайте быстрее. Небольшие комментарии. Раз, два, три. Потянули себе шагу, давайте. Сейчас позволю себе дать. Как мне кажется, это упражнение очень хорошо для детей, чтобы моторику рук выработать. Быстро уметь захватывать кисти, чтобы быстро рук захватывали. Так же передвижение. Видите, движение назад, то есть ведение за собой партнера. Некоторые упражнения из хитрости. Показать вверх, взять снизу. И потом опять поменять захват. То есть очень в одном упражнении сразу несколько эпизодов таких есть. Двигатель. Вот. Сейчас за кадром командирский голос главного тренера клуба дзюдо. Гасанова Махира. Это он сам. Вот ребята пробуют. Так, делаем паузу.